С 1 июля большинство севастопольских организаций и предпринимателей должны полностью заменить традиционные кассовые аппараты на новую технику с подключением к интернету. Часть севастопольских компаний не сможет работать со старым фискальным оборудованием уже через месяц, а тем, кто не перейдет на онлайн-кассы вовремя, грозят серьезные штрафы. О том, как реализован процесс перехода и с чем предстоит столкнуться севастопольским предпринимателем, говорили в среду на расширенном совещании в законодательном собрании города. Напомним, решение о переходе предпринимателей на работу с онлайн-кассами в Российской Федерации приняли в июле прошлого года для прозрачности оборота, выведения наличности из тени и, как следствие, увеличения бюджетных доходов. Кассы нового поколения обрабатывают чеки в электронном виде и автоматически пересылают информацию в Федеральную налоговую службу. По словам руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Севастополю Николая Приставки, такая система позволит значительно снизить количество налоговых проверок и создать для предпринимателей бесконтактную систему администрирования. По данным Федеральной налоговой службы России в Севастополе, процесс обновления действующего парка контрольно-кассовой техники затронул около 37% предпринимателей. У нас порядка 4000 кассовых аппаратов состоит на учете зарегистрированный, соответственно, до 1 июля они должны перейти. На сегодня уже 1460 уже переведено на онлайн-кассы, это более 37%. То есть до 1 июля, ну мы прогнозируем, что у нас, конечно, все просто не успеют физически, но налоговый орган к этому подходит достаточно лояльно. Главное уже заключить договоры на поставку, потому что срок логистики, логистика, да, у нас поставок непростая и срок поставки до двух месяцев доходит. А ровно через год, с 1 июля 2018 года, на онлайн-кассы перейдут даже те индивидуальные предприниматели, которые раньше не работали с контрольно-кассовой техникой, находящиеся на патентной системе налогообложения и едином налоге на вмененный доход. Средняя стоимость кассового аппарата, который настроен на передачу данных в налоговую службу, составляет около 40 тысяч рублей. Предприниматели понесут дополнительные затраты на средства связи, модемы или интернет-каналы для соединения и передачи данных. Сегодня Государственная Дума рассматривает законопроект о налоговом вычете в размере 18 тысяч рублей за одну единицу контрольно-кассовой техники для малого бизнеса. Проблема еще в чем, что когда мы вошли как субъект Российской Федерации, и предприниматели покупали опять же контрольно-кассовую технику нового образца, многие из них ее приобрели. А сейчас, так сказать, накопители программные, их к ним надо приобретать. И это опять новые приобретения. Конечно, бизнес Севастополя несет дополнительную нагрузку. В связи с этим очень важен тот новый законопроект, который будет вводиться, что будет налоговый вычет в размере 18 тысяч по приобретению контрольно-кассовой техники. Сотрудники налоговой службы обратили внимание на то, что онлайн-кассы можно зарегистрировать через интернет без посещения налогового органа. Обслуживание кассы станет более быстрым и дешевым, так как менять фискальные накопители можно самостоятельно и нет необходимости подписывать договор с Центром технического обслуживания. Предприниматель сможет самостоятельно следить за своими оборотами и соответствующими показателями в режиме реального времени. В помощь севастопольским предпринимателям налоговая служба организовала открытые классы, где подробно объяснят, как зарегистрировать онлайн-кассу через личный кабинет. Информация о самостоятельной регистрации размещена на стендах, в инспекциях и на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Основной задачей встречи было выявление реальных и потенциальных проблем с реализацией перехода на новую контрольно-кассовую технику. Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Борисовна Алтабаева и председатель комитета по экономике Татьяна Георгиевна Лобач подчеркнули, депутаты готовы принять все предложения для того, чтобы в случае необходимости выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень. Продолжение следует...